Здравствуйте! Это программа Индирект в прямом эфире. В результате двухдневных закрытых слушаний по приднестровской тематике сегодня подавляющее абсолютное большинство депутатов Молдавского парламента приняли декларацию по Приднестровью. Что содержит этот документ? Позволит он как-то выровнять ситуацию на Днестре, что стало первопричиной эскалации напряжения на административной границе Приднестровья? И вот обо всем этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас у него в студии депутат от партии коммунистов, от фракции партии коммунистов Александр Петков. Здравствуйте, Александр Степанович. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, прежде чем мы перейдем к самой декларации, хотелось бы разобраться в первопричинах, которые стояли в основе необходимости ее принятия. Как известно, напряжение на Днестре, об этом писала пресса, возникло после того, как официально Кишинев уведомил приднестровские власти об установлении шести миграционных постов. В ответ, ответом стало решение принятия этого закона, подписания закона о так называемой государственной границе ПМР. Вот, собственно, изначально для чего молдавские власти принимают вот это решение, которое, в принципе, и породило вот это вот все противостояние эскалации напряженности? Да, Наталья, я хочу сразу сказать, что вы очень верно подметили, как бы декларация на самом деле была о Приднестровье, и увязали ее с некоторыми какими-то первопричинами. Я хочу сказать, что, скажем так, суть заявления этого парламента, она вообще выражена, в принципе, и в названии этой декларации, которая называется, если быть точным, заявление о нынешней ситуации в процессе урегулирования Приднестровского, в процессе Приднестровского урегулирования. Это очень важно, потому что ситуация ныне в этом процессе очень сложная, к сожалению. Ситуация доведена до некой критической массы, к сожалению, опять же. И парламент просто-напросто был вынужден вмешаться. Слава Богу, что в результате этих двухдневных закрытых, опять же, к сожалению, слушаний по Приднестровью, удалось выработать документ, ну, скажем так, полный компромисса, но очень важный по своей сути, очень важный в связи с тем, что был принят абсолютным большинством депутатов парламента. Я ниже скажу, кто не голосовал за это. Мы обязательно об этом поговорим. Это очень интересно. И почему? Но мы это оставим на потом. Я хочу сказать, что вопрос о тех постах, о которых вы говорили, он, в принципе, является краеугольным камнем. Он явился краеугольным камнем в напряжении ситуации на Днестре. Мне сейчас очень тяжело сказать, что было первопричиной, эти посты, либо закон о границе, который ввел господин Шевчук. Ну, посты, по-моему, все-таки были раньше, вот это объявление, еще в марте месяце. А Шевчук заявил об этом законе только вот недавно. Если говорить хронологически, то это было на самом деле так. Если же углубиться вообще в процесс, то этот закон о границе, он был подготовлен намного раньше. Положения этого закона о границе, они содержатся, в принципе, в Конституции непризнанной Петенестровской Республики. Как бы ничего нового, но момент, когда это все появилось, с одной стороны, с другой стороны, он был учен, думаю, что очень не случайно. Думаю, что, скажем так, посредником в появлении этого момента выступила некая третья сторона, которая не находится в Молдове. Которая, к сожалению, находится в несколько западнее границ Молдовы. Ну и вот дальше началась вот эта эскалация, которая сегодня появилась на Днестре. Хорошо. Коли же вы коснулись третьей стороны, а как вообще можно понимать тот факт, что вот этот закон Шевчука об установлении так называемых границ, фактически был синхронизирован с высказываниями европейских чиновников, которые, как пишет пресса, настаивали на том, чтобы установить вот эти шесть постов Молдовой. Насколько это одно с другим связано? Третья сторона — это европейцы вы имеете в виду? Для начала я бы хотел сказать, что это пишет, если пишет эта пресса, то думаю, что это очень правильно пишет, потому что я хочу вам сказать, что в понедельник и вторник я был в качестве члена комитета по парламентскому сотрудничеству Молдовы и ЕС в Европарламенте, где один из европейских чиновников очень высокого ранга заявил нам четко, однозначно и недвусмысленно. Мы будем настаивать на установлении шести постов контроля вдоль Днестра. К сожалению, европейские чиновники называют эти посты миграционными, и что предполагает проверку, то есть в том числе паспортный контроль. Лично я обратился к этому чиновнику и сказал ему, что вы понимаете, что те, кто не желает преднестровского регулирования, очень ожидают этого момента, и я очень сожалею, что подобного рода заявления исходят от Евросоюза, на что было указано, что мы должны все-таки идти к либерализации визового режима, то есть ввязывание между либерализацией некой визового режима с разделением Молдовы фактически по Днестру. Но европейцы, в принципе, раньше говорили, что для того, чтобы либерализовать визовый режим, необходимо укрепить границы. Правильно. Это и есть укрепление границ. Правильно говорили. Просто укреплять границы можно по-разному. Их можно укреплять по украинской границе, Молдоукраинской границе. Их можно укреплять при содействии миссии того же Евросоюза на Молдоукраинской границе, это ЕЛБАМ. Их можно укреплять, устанавливая миграционные посты в Кишиневе, допустим, в Бельцах, в Неспаренах. Это никакая проблема. Я сегодня как-то заявил журналистам, что в Вечеле существует определенная логика, общепринятая в мире, которая увязывает понятие границы с понятием паспортный контроль. В то же время понятие паспортный контроль, он увязывается с понятием границы. То есть граница — это паспортный контроль, паспортный контроль — это граница. Когда паспортный контроль проводится в Кучургане или в Новосавицкой, то есть на Молдоукраинской границе, все окей, никаких вопросов ни у кого не возникает. Когда паспортный контроль проводится в Бендерах или в Адулой воды, или в Каушанах, тогда все должны знать, что граница передвинулась как минимум километров на 60. — Вглубь. — Вглубь, как максимум, где-то чуть-чуть побольше. И, соответственно, граница устанавливается по Днестру. Кое-кто из министров на закрытом заседании пытался нам говорить, что, видите ли, это будет очень селективный выбор, это будет очень, скажем так, добровольный выбор каждого проезжающего. — Предоставлять документы или нет? — Да, предоставлять документы или нет, он может остановиться и сказать, что вот я не хочу нарушать молдавское законодательство, хочу зарегистрироваться на территории Молдовы или прочее. Ну, это какое-то... — Ну, нет, это очень странное заявление. — Это, мягко говоря, очень странное заявление, потому что я сказал, скажите, пожалуйста, как вы можете определить людей, едущих из Приднестровского региона, вот возьмите любых попавшихся, 4-6 человек, определить из них, кто из них является гражданином Республики Молдова, без того, чтобы проверять паспорта у всех остальных. Если этого невозможно, то есть надо проверить всех для того, чтобы определить, кто из них гражданин Республики Молдова. Соответственно, люди, приезжающие из Слободзея, Григориополя или из Низавертайловки, они будут знать, что их здесь воспринимают как иностранцев. То есть все очень просто на подсознательном уровне. Устанавливается граница, все понимают, где проходит граница, и дальше уже вопрос просто времени. Это вопрос месяца или вопрос года, или вопрос полутора лет, когда будет граница уже с колючей проволокой или там еще какими-то инженерными сооружениями. Вот что касается Брюсселя, вашей поездкой в Брюсселе, как члена парламентского комитета по сотрудничеству Молдовы и ЕС. Я знаю, что по завершению этого заседания была принята декларация. А вот как-то вопрос вот этих шести миграционных пунктов там присутствовал. Вы как-то пытались вот в этой декларации обсудить, и чтобы там, в принципе, присутствовал вот этот вопрос установки вот этих миграционных постов и позиция Европы, чтобы была бы как-то определена в данном случае? Мы настаивали на недопустимости подобного рода установления, установления подобного рода постов. Там была отвергнута подобная формулировка, как и множество других. У нас было как минимум 40 поправок к этой резолюции, из которых были приняты отдельные сегменты, из некоторых из них, разве что. Не более того. Причем были отвергнуты такие поправки, которые, в принципе, в некоторой степени повторяли риторику нынешних молдавских властей. Допустим, мы говорили о том, что Европарламент рекомендует молдавским властям отказаться от практики селективного правосудия. Я хочу напомнить, что выражение практика селективного правосудия очень активно использовалось несколько месяцев назад бывшим премьер-министром Владимиром Филатом. Так вот, его коллеги по партии отказались. Отказались даже не то, что не поддержав и проголосовав, воздержавшись, они проголосовали против. Я думаю, что это красноречиво. Так что, к сожалению, еще раз говорю, к сожалению, от наших европейских коллег мы увидели позицию безнаказанности по поводу любых действий нынешней власти, к сожалению, опять же говорю. Потому что есть многие моменты, очень многие моменты, которые объединяют нас с европейскими свободами и принципами. А вот возвращаясь к этой декларации о Приднестровье, которая была сегодня принята абсолютным большинством депутатов Молдавского парламента, там как-то указано, не знаю, предусмотрена невозможность установки этих постов? Да. Напрямую или косвенно, возможно? Я думаю, что даже напрямую. Мы в этом заявлении прямо указали, что односторонние действия, с какой бы они стороны ни исходили, по узакониванию установки любых видов границы внутри суверенного государства Республики Молдова, осуждаются. То есть мы таким образом осудили возможность и попытку установления этих постов. Думаю, что заявление, принятое сегодня, практически развязало, что ли, руки молдавскому обществу, тогда, когда кто-либо из власть-придержащих в Кишиневе попытается под каким-либо соусом или под каким-либо флагом установить хоть один из этих мобильных постов. То есть, следовательно, если я так правильно поняла, если это содержится в декларации, которую приняло большинство депутатов, там за исключение нескольких человек, следовательно, стоит ожидать, что европейские чиновники как-то изменили свою позицию в данном отношении? Я думаю, что европейские чиновники очень серьезно должны задуматься о перспективах своей политики в Республике Молдова. Я думаю, что нынешняя эскалация в процессе Приднестровского урегулирования является прямым следствием того двух-трехлетнего периода концерна футбольной дипломатии господина Филата, которая была поддержана, безусловно, европейскими чиновниками. И европейские чиновники сегодня должны, не скрывая глаз, смотреть в глаза прямо молдавскому народу и говорить, что то, что было до сих пор, до сегодняшнего дня, явилось провалом европейской политики на Приднестровском направлении. Хочу вам напомнить, что цифру, которую мы услышали в Европарламенте, о том, что за последние пару лет на меры доверия в Приднестровскому урегулировании Европейским Союзом было выделено более 40 миллионов евро. Если быть абсолютно точным, 42 миллиона евро. Не знаю, как вам, не знаю, как телезрителям, но мне, например, очень интересно, где осели 42 миллиона европейских евро. Я больше чем уверен, что европейских налогоплательщиков также заинтересует этот вопрос, потому как в некоторых странах это, скажем так, не самые маленькие деньги. На эти деньги можно чего-либо добиться, на эти деньги можно содержать определенные слои населения. А вот в Приднестровскому урегулировании я бы хотел увидеть, что стоило за эти два года 42 миллиона евро. Если 42 миллиона евро стоили концерты господина Филата и господина Шевчука, я думаю, что европейских налогоплательщиков это очень заинтересует, очень скоро. Касаясь сегодняшнего документа, я так понимаю, что у фракции партии коммунистов были определенные замечания к первоначальному варианту этой декларации. А вы можете сказать конкретно, что именно привнесла в данный документ фракция ПКРМ? Все ли ваши предложения были учтены? Трудно ли было как-то убедить правящее большинство прислушаться к оппозиции на сей раз? И как вам удалось убедить парламентское большинство прислушаться к вашей позиции? Давайте будем говорить откровенно. Давайте. Документ, еще раз скажу, является компромиссным. Компромиссным в политическом плане. Документ является политическим, откровенно политическим документом. Не будем скрывать, это всем известно. Наша партия, наша фракция имеет определенный опыт политической борьбы, имеет определенный несомненный опыт в процессе преднестровского регулирования. Мы знаем, в отличие от некоторых наших коллег, какие документы и что предусматривают. Мы знаем, в отличие от наших коллег, какие документы и где были приняты. Подобные знания позволяют нам, скажем так, правильно себя вести в процессе переговоров с нашими политическими оппонентами. И мы по праву воспользовались этими знаниями вчера и сегодня. Я хочу сказать, что документ, который был принят сегодня, он уже является, носит уже публичный характер. Он, возможно, уже сдан в набор в монитору ФЧАЛ и будет там опубликован. Но этому документу предшествовал другой документ. Я не стану его представлять, пусть его представляют авторы этого документа. Все-таки он обсуждался на закрытом заседании, хотя мы были изначально против закрытого характера заседания, этих слушаний. Но хочу просто сказать, что документ, который должен был быть, или который так форсировали некоторые наши оппоненты принять на вчерашнем заседании, носил, мягко говоря, агрессивный характер. Что именно? Очень, знаете как, я опасаюсь говорить о каких-либо перспективах дальнейшего существования молданского государства в случае, если бы тот документ был принят вчера. То есть вы думаете, что тот вариант встретил бы негативную реакцию со стороны Тирасполя? Не только со стороны Тирасполя, со стороны большей части, думаю, населения Молдовы. Слава Богу, что молдавским депутатам хватило ума сесть за стол переговоров, найти взаимоприемлемый вариант, найти вариант, который не то что устраивает, а вариант, который выгоден всем гражданам, всему населению Республики Молдова, вне зависимости от места проживания, будь то на правом берегу Днестра, будь то на левом берегу Днестра. Ну, исходя из того, можно предположить, что в принципе данным документом должно было быть констатировано какое-то тупиковость ситуации в предднестровском урегулировании. А этот документ возлагает на ту или иную сторону ответственность за создание такой ситуации? То есть депутаты определили данным документом, вот виноват, допустим, Тирасполь, который решил установить границы своим законам, либо, может быть, депутаты решили осудить правительство Молдовы, которое выступило с такой декларацией, с таким скандальным и противоречивым решением о установке шести миграционных пунктов. Я не хочу говорить, кто виноват в итоге, решили там суд такой парламентский, но вообще возложена ли была на кого-то ответственность? Видите ли, мы исходили из того, что переговорный процесс — это, скажем так, танго, то есть там участники, там не один участник, грубо говоря. Безусловно, кое-какие министры-ястребы вчера пытались нас убедить в том, что в одностороннем порядке виноват, допустим, тот или иной участник переговоров. Я оставлю на их совести подобного рода заявление, мы решили в парламенте абсолютным большинством голосов, что молдавские власти не приемлют никаких односторонних действий, с какой бы они стороны ни исходили. Поэтому мы не допустили прямых обвинений в отношении той или иной стороны, и я думаю, что это и есть большая заслуга молдавского парламента на сегодняшний момент. Скажу сразу, что это было сложно. Как известно, мы не раз подчеркивали, что решение поддержали абсолютное большинство депутатов. В голосовании не приняли участие группа ГИМПУ, группа, так называемая группа Мишина, и так называемая группа Дадона, группа депутатов Дадона. Как можно это расценить? Это вообще интересно ГИМПУ и тут Дадон вместе. Это вообще очень интересно, потому как, видите ли, если господа из фракции господина ГИМПУ, они хотя бы участвовали в голосовании, то есть они где-то воздержались, то вот эти защитники русскоязычного населения, которые себя так везде позиционируют. Они ретировались со второй части заседания для того, чтобы не участвовали в голосовании. Это очень интересно. Я думаю, это станет предметом детальных анализов для политологов. Эти люди исчезли вчера, потому как думали, что вчера будет принято заявление. Эти же люди исчезли сегодня. Ну, примерно так, где-то за час до того, как начались финальные дискуссии. В последнем из них из зала вышел так называемый независимый депутат, некогда психически пострадавший Сергей Сырбов. Вот и вся история. Но если вспомнить, когда господин Мишин уходил из партии коммунистов, он и объяснял свой уход тем, что он ходит для того, чтобы заняться преднестровским урегулированием, для того, чтобы сдвинуть как-то этот процесс. А тут мы, что он как-то не захотел никак участвовать. Я бы не хотел уделять слишком много внимания тому, чем пытается, либо, возможно, попытается заняться господин Мишин. Но думаю, что в процессе преднестровского урегулирования ему и его партии уже окажется не место. Хотелось бы немножко поговорить о очень таких скандальных заявлениях господина Маринутца, которые последовали на этой неделе. Напомню, что на днях министр обороны, господин Маринутца, общаясь с румынскими журналистами, сказал, что национальная армия готова к участию в военном конфликте на Днестре. Цитирую. «Хочу отметить, что мы готовы дать отпор атакам преднестровских сил. Граждане должны верить в силы национальной армии», заявил министр. Как можно расценить подобные заявления министра обороны, которые, хочу особо отметить, были переданы по всем телеканалам страны? Если они страны, то Кишинева точно. Я хочу вам сказать, что лично я расцениваю подобные заявления министра обороны, как откровенно агрессивные, милитаристские. Министр обороны, который должен заниматься обороной, а не нападением. Министр обороны, который должен заниматься кое-чем другим, но только не переднестровским регулированием. Я, несмотря на свою некоторую молодость в некотором роде, я очень хорошо помню риторику 92-го года. Те заседания парламента, которые транслировались тогда в прямом эфире по радио. Вы знаете, вчера, когда я слушал господина Маринутцу, господина Ричана, господина Карпова, который непонятно каким образом собирается реинтегрировать страну, у меня было такое определенное дежавю. Дежавю тех событий, которые были в 92-м году, накануне кровавой бойни, которая была развязана 19 июня 92-го года. Я считаю, что это вообще страшно, когда подобного рода политики пытаются заниматься переднестровским урегулированием. И думаю, что вот уж они точно не ждали такой декларации, которая была принята сегодня. Слава Богу, что им придется заняться кое-чем другим, даже в своих ведомствах. Ну, как бы продолжая тему этого заявления, он также сказал, что лето и осень этого года ситуация вокруг Приднестровья будет накаляться. Вообще очень интересно, когда целый министр обороны даже сроки определяет какие-то. А что, как вы думаете, что он имел в виду? На что он, в связи с чем вообще может возникнуть вот это вот эскалация напряжения? Что за провокации имел в виду Маринуц? Думаю, что эскалация напряжения может возникнуть в связи с такого рода заявлением, в первую очередь. Думаю, что он сказал то, что сказал, и то, что, возможно, думает. Больше чем уверен, что господин Маринуцый должен нести ответственность за свои слова. Наша фракция потребовала незамедлительной оставки. Вы продолжите настаивать? Больше чем уверен, что тот, кто считает себя президентом Республики Молдова, господин Тимофтий, получающий зарплату президента, является все-таки главнокомандующим вооруженными силами и должен был как минимум потребовать объяснений у этого министра обороны. К сожалению, такого не произошло. Такого этого не произошло даже на заседании парламента, на котором участвовал Тимофтий, который никто вообще не понял, зачем он пришел туда. Я не знаю, если вообще Тимофтий понял, для чего пришел он на заседание парламента. Судя по тому, как он быстро ушел, тоже ничего не понятно. Да, человек просто вот, 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 был разгар обсуждений, в середине дня человек встает просто и уходит. Было такое состояние вообще людей, которые смотрели, даже те, кто за него голосовал, даже те не встали в парламенте для того, чтобы поприветствовать его. Ну, все-таки выходит в их видении президент. Было бы, наверное, как минимум порядочно с их стороны встать, поприветствовав его, но даже они не встали. Никто не понял вообще, для чего человек пришел, никто не понял, чего он ушел, никто не понял, что он хотел вообще с этого заседания. Он не задал ни одного вопроса своим министрам, которых он принимал присягу. Ни одного вопроса. Он не задал ни одного вопроса своему министру обороны, слыша выступление, что слева, что справа, что с микрофонов посреди зала, к этому министру какие были обращения. Хотя бы, ну, ради приличия. Господин министр, доложите ситуацию, что вы там хотели сказать, почему вы так сказали. Не было и этого тоже. Я думаю, что все-таки для него это стало таким неким стрессом вообще, потому что вывели его советников из зала, говорить вместо него никто не мог, посоветовать ему тоже никто ничего не мог, ну, а вдруг еще ляпнет чего-то, не дай бог. Он решил помолчать, возможно, даже поспал там в трибуне и все дела. Ну, это вы говорите с точки зрения депутата. С точки зрения журналистов для меня стала непонятна позиция Тимофтия, который, ну, никак не повлиял на ту ситуацию, чтобы эти слушания были публичными. Мы знаем, что пресса была удалена, и, в принципе, он как гарант Конституции. И, зная, что, в принципе, вопрос-то очень важный и интересует всех нас, что, собственно, будет происходить дальше вокруг этого Приднестровья, тем не менее, вот он как-то промолчал, к сожалению. Я позволю себе вас поправить. Он, слава богу, не является гарантом Конституции. Он является, вот это уже сложнее, он является гарантом территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова, и это вообще обязывало его быть не только быть на этих слушаниях, но и быть активным участником. Он, в принципе, даже мог инициировать, наверное. Он мог их инициировать, он должен был участвовать активно в этих слушаниях, он должен был заслушивать этих министров. Он вообще, я так понял, что когда он выходил из зала скоропостижно, его пытались остановить журналисты, спросить, господин президент, что-то, он даже не нашел времени. Он, говоря, был ориентирован на машину, то есть ему нужно было сядь в машину быстро. Да бог с ним вообще, с Тим Тимофтий. Никто, наверное, не имеет никаких иллюзий относительно его возможностей, тем более возможности в предмистровском урегулировании. И слава богу, дай бог, чтобы он где-то там помолчал, потому что, еще раз говорю, не дай бог, что это ляпнет. Тем не менее, значит, большинство парламента приняло решение, чтобы эти слушания были за закрытыми дверьми. И тем не менее, в самый разгар слушаний, группа депутатов от партии коммунистов, попыталась как-то провести прессу туда. Ну и возникла такая острая ситуация довольно-таки. Зачем вы это сделали? Почему? В принципе, вы же знали, что как-никак есть решение парламента, хоть оно вам и не нравилось. Давайте поэтапно. Было принято решение о том, чтобы были слушания по предмистровскому урегулированию. Кстати, слушания были организованы по нашей инициативе. Я озвучил эту инициативу бывший министр интеграции Василия Владимирович Шова. Потом ее попытались якобы от других. В конце концов, вот решили, что будут слушания. Мы, опять же, настаивали всегда на том, чтобы слушания были открытыми. Правящее большинство решило, что слушания должны быть закрытыми. Я полагаю, что им было что скрывать. И поэтому они сказали, что давайте будут закрыты слушания. Я даже знаю, что им хотелось скрыть от общества. Я чуть ниже скажу. Особенно это касается выступления господина министра по реинтеграции нынешнего. Но они приняли решение, что будет закрыто заседание. Ну, мы подчинились голосованию большинства, потому что у нас-то всего 34 человек. Всех вывели из зала, но, оказывается, не совсем всех. Оставили в зале еще где-то с десяток человек, которых практически никто не знал. Никто не знал, кто они такие. Они сидели в правительственной ложе. Практически вся правительственная ложа была заполнена. Должны были выступать 4 министра всего-то на все. Но тогда мы подняли вопрос. Слушайте, раз вы уже сказали, что здесь будут государственные секреты, значит, слушать государственные секреты должны люди, те, кто имеет на это право. То есть должны остаться депутаты и те министры. Все, больше никого здесь не должно остаться. Ну и начался раздор. То есть они говорят, нет, нет, должны быть люди. Мы знаем прекрасно, что советники Тимофти все практически являются гражданами другого государства. У них есть обязательства, в том числе данные под клятву, под присягой к тому государству. Они служат ему верой и правдой. Вот присягу молдавскому государству они не давали. Поэтому мы настояли, чтобы эти люди были выведены из зала до того, как начнутся слушания. Но они не захотели. Мы тогда им сказали, что господа, если вы... То есть секретность фактически была нарушена? Конечно, секретность была нарушена. Поэтому мы сказали, что секретность не была нарушена. Мы вот требуем, чтобы они вышли. Их не хотели выводить. Тогда мы сказали, ну если так, тогда мы откроем дверь для прессы, и тогда все будет уже, все станет на свои места. В конце концов мы добились этого. Мы вывели этих самозванцев. Ну и приступили к слушанию. Во время слушания в парламенте вы написали в фейсбуке, цитирую. Согласно Карпову, вот если Россия будет исключена из процесса Приднестровского урегулирования, то сразу все разрешится. Карпову хочу отметить опроверг эту информацию. Вы можете пояснить ситуацию? Карпов может опровергать все, что угодно. Наверное, даже содержимое своего паспорта и бумажника. Но я скажу однозначно. То, что говорил господин Карпов в своем выступлении, прямо указывает на те выводы, которые я написал на своей странице в фейсбуке. Господин Карпов говорил в своем выступлении намного опасные вещи, более опасные вещи, чем то, что я написал. Поэтому если он будет долго слишком опровергать очевидное, то мне придется выдать еще кое-что. Я хочу напомнить господину Карпову, что, скажем так, я достаточно вооружен, в том числе технически, для того, чтобы мог делать очень ответственные заявления. Поэтому не советовал бы ему отвергать то, что прямо выходило из его выступления в парламенте. Более того, я господину Карпову задал вопрос, и это не является государственной тайной, потому что это был мой вопрос. Я задал ему вопрос, в котором прямо его спросил господин Карпов. Исходя из вашего доклада, во всех грехах в Приднестровском регулировании виновата Россия. Я, по правде говоря, не понимаю, каким образом вы собираетесь реинтегрировать страну, зная, что Россия является не только посредником, но и гарантом Приднестровского регулирования. Если господин Карпов вообще нашел возможность в процессе переговоров, будучи основным переговорщиком со стороны Молдовы, найти какую-либо сторону прямо виновной во всем процессе, то я не завидую вообще его судьбе. Как дипломата, как он себя считает, как переговорщика, как его назначили, ну и как государственного мужа. Поэтому, знаете, он может многое отвергать. Позиция его была услышана не мной одним. У нас было там порядка ста человек. Это могут подтвердить и другие люди. Ну а если дело дойдет до другого, скажем так, войдет в другое русло, то придется прибегнуть к другим средствам. Ну это, в принципе, довольно-таки агрессивные высказывания. Очень агрессивные. Очень агрессивные высказывания со стороны министра реинтеграции. Вице-премьер-министр, он ответственный за вопросы реинтеграции, да? Вы знаете, я как-то подошел к господину Шове и говорю, Василий Владимирович, представьте себе, что вы... Василий Шове — это бывший министр реинтеграции страны. Совершенно верно. И сказал ему, господин Василий Владимирович, представьте себе, что вы, ну там, не знаю, в каком-то 2006 году, в 2008 году, в 2009 году, вот сказали бы то же самое. Ну у Василия Владимировича вообще волосы стали дывым. Он говорит, ты что, это невозможно. Это вообще, это выходит из всей рамки. Нельзя так просто-напросто. Нельзя. Нельзя. Тешеве нельзя было, вот Карпову можно. Но учитывая то, что, в принципе, вот такие агрессивные высказывания в адрес одного из основных участников переговорного процесса России, да, то очень интересно, как может Россия на это отреагировать? Я думаю, что у России достаточно разума для того, чтобы вести себя подобающим образом. Я надеюсь на это. Вы знаете, все выступления молдавских министров, они как бы вкладываются в канву того проекта, декларации, которая была подготовлена правящим большинством, которая должна была быть утверждена вчера. И поэтому у меня нет никаких ожиданий, не было никаких ожиданий, что от этих министров можно услышать нечто другое. Потому как тон был, еще раз скажу, очень агрессивен. Ну, если мы уже зашли за разговор, начали говорить о Российской Федерации, на днях с очень жесткой реакцией относительно того, что происходит в Приднестровье, выступил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Цитирую, российская сторона подчеркивает, что любые попытки сторон конфликта снять с себя ответственность за соблюдение положения соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в нынешней напряженной ситуации весьма опасны, заявил Карасин, подчеркнувши, что если речь пойдет об односторонних шагах, ситуация может стать тупиковой. А на какие именно положения этого соглашения, о которых и нарушает молдавская сторона, имел в виду Карасин? Вообще, что имел Карасин? Что за посыл такой со стороны России? Как вы можете оценить? Ну, я думаю, что Россия, как подписант этого соглашения 1992 года, имела полное право выступить с подобного рода заявлением. Я не стану сегодня быть адвокатом Российской Федерации. У нее есть достаточно подготовленный дипломатический корпус во всех странах мира, в том числе в Москве, в том числе в Кишиневе, для того, чтобы уметь защищать свои интересы. Это в их интересах. Я, скорее всего, буду всегда защищать интересы Республики Молдова, столько, сколько буду. Но думаю, что Россия имела полное право сделать подобного рода заявление. Россия является, еще раз повторюсь, не только посредником, но и гарантом политического урегулирования Приднестровского конфликта. Россия является гарантом еще согласно базовому договору Молдороссийскому. Поэтому в данном случае Российская Федерация обратила внимание Кишинева на недопустимость односторонних шагов, односторонних действий в процессе урегулирования, что непосредственно приведет к эскалации конфликта. Потому что, всем известно, этот переговорный процесс в формате 5 плюс 2, конечно, может быть и далек от своей эффективности. Конечно, кто-то ожидает от него более эффективных шагов. Безусловно, кто-то бы хотел, ну, не знаю, ускорения разрешения Приднестровского конфликта. Ну, конечно, прошло уже больше 20 лет. Где-то должен же быть свет в конце тоннеля. Ну, к сожалению, вот оно так, как оно и есть. То есть, в конце концов, Россия должна вывести свои вооружения с колбасные, я так понимаю. Но в том же заявлении Карасин сказал, что российские войска и в том числе вооружение остается именно из-за того, что, из-за нерезрешенности Приднестровского вопроса. Я думаю, что у России есть предпосылки так думать, исходя из того, что им в некотором смысле больше известно о том, что происходит в Приднестровье, чем, к сожалению, властям Кишинева. Думаю, что это так. Что думает господин Карасин, может лучше спросить у него, если это будет возможно, конечно же. Но, исходя из официальных заявлений российского МИДа, можно судить о том, что Россия уже не приемлет вот этих односторонних шагов, которые могли бы привести именно к эскалации конфликта. Я хочу сказать, что то, что говорили наши министры, оно, скорее всего, напоминало кипрский вариант разделения Молдовы, вхождение правого берега, правобережья Днестра в Евросоюз, в упрощенной версии, потому что это было бы вхождение в Румынию, в соответственном дальнейшем вхождении в Евросоюз через Румынию. Ну и отказ от Приднестровья якобы на определенный период. Понятно, что это было бы навсегда. Я полагаю, что в России уже понимают тупиковость подобного рода действий. И почему-то я уверен, что там уже его не приемлют. На этом двухдневном заседании у парламента, на этих закрытых слушаниях, вы были, я так понимаю, довольно активны и у микрофона, но и в фейсбуке тоже. Вот вы также написали, что, по вашему мнению, Маринуция ожидает появления предпосылок для повторения конфликта по грузинскому образцу с привлечением России. Это вы сделали эти выводы, исходя из заявлений министра обороны, сделанных в парламенте? Исходя из чего вот такие вот... Слушайте, заявления вообще министра обороны Маринуции, которые касались вот этого, скажем так, вот этого сравнения, они вообще вызвали гнев, негодование не только в нашей фракции. То есть люди слушали этого человека, который говорит, в принципе, ну пока еще говорить нельзя вот об этом, потому что пока еще нет таких предпосылок. И, значит, просто люди уже не уединяют микрофона, спрашивают, так что ты этого ждешь? То есть ты чего вообще ждешь? Ты о чем вообще говоришь? Поэтому мы прямо указали, что заявления господина Маринуции, сделанные в том числе в парламенте, и назвали даже этого министра, гражданин Маринуции, временно находящийся на свободе, потому как подобного рода заявления, подобного рода чиновников должны в любой другой демократической стране, уважающей себя, привести этих чиновников на нары как минимум. Потому что подобного рода заявления противоречат в первую очередь положениям Конституции. Его заявления о том, что армия готова для агрессии, для отражения нападения какого-то, он уже готовится там. Его заявления, сделанные в парламенте, это все, не знаю, нынешний генеральный прокурор, может, следующий, должны приложить просто к делу, как свидетельские показания. То есть тут уже говорить больше не о чем. К сожалению, рядом с этим министром сидел нынешний глава службы информации и безопасности, которому вообще ничего не стоило этого человека тоже приобщить к делу. На этой неделе ряд, как пишет пресса, приближенных властям политических аналитиков, высказали мнение о том, что, в принципе, не избежать военного конфликта на Днестре. Это опять начало очень активно муссироваться в прессе, это начали все комментировать вот эту декларацию. У вас не складывается впечатление, что, в принципе, вот была запущена какая-то четко спланированная акция? И что является целью вот этой акции? Зачем вот это вот развертывание, вот зачем эта вот истерия какая-то, да? Кому это выгодно вообще? Это, безусловно, истерия. Это выгодно хозяевам этих аналитиков независимых. Это выгодно хозяевам телевидений независимых, которые патронируются ими. Я хочу сказать, что также на заседании вчера мы спрашивали, в частности, министра внутренних дел, если ему известно, что провокация, которая была 26 апреля в Варнице с установлением вагончиков преднестровских пограничников, была сделана с участием некой кишиневской фирмы. Вагончики приехали в Варницу, будучи купленными в Кишиневе всего-то за несколько часов до того, как они там были установлены, до попытки их установки там, в Варнице. И лично я спросил директора службы информации безопасности, если ему известно, что один из телеканалов, который патронируется неким олигархом, сегодня находящимся в парламенте, выехал в Варницу... Кстати, в парламенте так много олигархов сейчас собралось. Я говорю о Плохотнюке. Я говорю о Плохотнюке. Выехал в Варницу за час до того, как была попытка их установить. То есть вы понимаете, что они там не случайно оказались, эти журналисты? Для того, чтобы ввести в прямом эфире, как будут ставить эти вагончики. Вызывает очень много вопросов. Вызывает очень много вопросов, кто организатор этих провокаций, кому это выгодно. Находятся ли эти люди в Террасполе, или они есть в Кишиневе? Я больше чем уверен, что есть люди, которые есть в Кишиневе, которым была выгодна эта провокация в Варнице. Есть люди в Террасполе, которым выгодна была эта провокация. И эти люди имеют определенную взаимосвязь. Ну, не может просто-напросто быть вагончик, купленный в Кишиневе, через три часа установленный быть в Варнице. А за час до этого туда должна была выехать группа журналистов, для того, чтобы ввести в прямом эфире. То есть все все знали и были готовы? Все были готовы к этому делу. Кто сейчас скажет, что это случайно прилетел, вдруг волшебник скинул пару вагончиков, и все нормально. Нет, это было не так. Это было с планированной акцией. Возможно, с участием одного из кишиневских политиков, которого я уже упомянул. Его, кстати, на заседании парламента вчера не было. Тогда, когда обсуждалось. Он был только в начале. Возвращаясь к этой секретности, неимоверной секретности, помимо того, что вы написали на Фейсбуке, действительно ли вы услышали на этом заседании что-то, что могло действительно представлять государственную тайну, государственный секрет, то, чего действительно не должна была услышать пресса? Вот, если смотреть серьезно на данные, действительно бывают какие-то вещи, когда пресса не должна присутствовать. Однозначно нет. В данном случае было? Однозначно нет. Однозначно нет. Что для меня должно было быть секретом, что господин Карпов является русофобом. Для меня это не является секретом. Для меня должно быть секретом, что господин Маринутс является милитаристом по отношению к собственному народу, агрессорам. Для меня это было ожидаемо в свете его интервью, хотя бы последнего. Если взять еще интервью за последние как минимум 6 месяцев, мы можем найти еще более интересные детали. Для меня должно быть, представлять интерес или интересом для национальной безопасности должно быть то, что директор службы информации и безопасности не мог ответить практически ни на один вопрос. Нет, все это прекрасно знают, но ничего не знают. Для меня должно быть каким-то секретом то, что господин Тимофтий, который получает зарплату президента Республики Молдова, пришел на задание парламента по слушаниям по основной проблеме молдавской государственности для того, чтобы поспать. Нет, для меня это не является секретом. Не знаю, если это является секретом для господина Карпова, который требует каких-то судебных разбирательств, либо разбирательств компетентных органов относительно того, что я там где-то сказал. Вот пусть господин Карпов тогда и, не знаю, либо оденет, либо снимет свои розовые очки. Власти говорят, это тоже, я думаю, что непосредственно касается преднестровской тематики, но не с политической, уже с экономической точки зрения. Власти сейчас говорят, что они как никогда близки к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Название этого соглашения длинное, язык можно сломать. Что будет с преднестровским бизнесом вообще с вашей точки зрения? Как это соглашение о зоне свободной торговли может повлиять на урегулирование преднестровского конфликта? Есть ли взаимосвязь экономическая, политическая? И вообще считаете ли вы это экономическим документом? Я так сразу много вопросов вам задала. Да, вопрос этого соглашения о зоне свободной торговли, он вообще находится в разных плоскостях, как в экономической, так и в политической. К сожалению, эти переговоры также покрыты тайной, как и все остальные действия молдавского правительства, по основным направлениям развития молдавского государства. Хочу вам напомнить, что молдавские производители уже высказали свою резко отрицательную позицию относительно положений, тех, которых они только слышали, относительно этой части положений, которые будут их касаться. То есть они четко и ясно говорят, что молдавским товаропроизводителям, мягко говоря, придется туго, а вообще-то придется закрываться, потому как не выдержит конкуренции молдавская промышленность. Это первый момент. Второй. Этот документ, по которому уже завершены переговоры, до сих пор не был предоставлен парламенту. Несмотря на то, что опять же в Брюсселе, в Европарламенте нам сказали, что парламенту принадлежит вообще львиная доля ответственности не только по ратификации этого соглашения, но и по его внедрению. По внедрению. И очень правильно они говорят. Очень правильно. Но наш вопрос, как вы понимаете, то, что молдавским депутатам этот документ вообще неизвестен. Никто его вообще не видел. Они вообще удивились. И нам сказали, что, слушайте, насколько мы знаем, министр экономики уже должен был давно его представить в профильной парламентской комиссии. И они очень удивились, когда узнали, что этого не было, и что молдавское правительство этого делать не хочет. Ну, не знаю, насколько искренне это было его удивление, но, по крайней мере, было высказано это удивление. Мы ожидаем, что мы все-таки увидим положение этого соглашения. Сегодня в очередной раз наша фракция потребовала заслушивания министра экономики таким образом, чтобы все депутаты, все, подчеркиваю, депутаты, имели возможность спросить господина Лазера о том или ином положении этого соглашения. Напомню также, что на подготовительном заседании нашего комитета до того, как мы выехали в Брюссель, а это было несколько месяцев назад, оно проводилось в Кишиневе, представитель Министерства экономики прямо однозначно нам заявило, что молдавским товаропроизводителям, которые не смогут подчиниться некоторым европейским нормам, придется закрываться. Ну, что говорить про молдавских производителей? Известно, что, в принципе, очень многие страны Европейского Союза не справляются с конкуренцией внутри европейского рынка. В Венгрии, известно, очень много предприятий закрылось, в том числе известный завод Икарус, который поставлялся ему Советскому Союзу. Если помните, автобусы закрыты, молочная промышленность венгерская закрыта, и люди пьют молоко из Италии. Собственно, я думаю, что это нас тоже ждет. Кстати, относительно продукции животного содержания, которым необходим ветеринарный контроль, европейские чиновники нам сказали очень четко, что в особенности положение этого соглашения будет касаться предприятий этой отрасли промышленности. Животноводческой. Они нам говорят, что послабление будет для предприятий из Приднестровья еще до 2015 года, и им будет дана возможность установить соответствие своих стандартам Евросоюза. Но это все пока что вилами по воде. Никто не видел этого соглашения, и его секретизация вызывает еще больше вопросов. Потому что, ну что скрывать? Есть товаропроизводители, с ними надо говорить, с ними не говорится. Есть депутаты, которые должны принимать и, соответственно, гармонизировать законодательство Молдовы с этим законодательством Евросоюза, для того, чтобы нормы в экономической отрасли соответствовали этим директивам. С депутатами никто ничего не говорит. И есть какой-то Октавиан Калмык, заместитель министра экономики, который ездит и за всю молдавскую промышленность отвечает. Человеку терять нечего, а у людей есть бизнес. Человек сидит на каких-то европейских грантах, а у людей есть бизнес, который у кого десятки тысяч евро стоит, у кого сотни тысяч, у кого и миллионы стоит этот бизнес. Какие будут перспективы у этого бизнеса, неизвестно. Скажем так, очень они такие мрачные эти перспективы. Вы сказали, человек сидит на европейских грантах, кстати, о грантах. Вот господин Лазар говорит, что вот это соглашение о зоне свободной торговли, оно такое хорошее, оно пойдет на пользу Молдови, оно пойдет на пользу ее производителям. В то же время известно, что со стороны Европы в Молдову попадает очень много грантов. В то же время, в том числе и со стороны Румынии. Было обещано около 100 миллионов евро, и в итоге что? Мы как-то где они... Это грантовая пола, я понимаю, что это не надо возвращать. Это как безвразовая помощь. Но здесь проблема несколько другого характера. Вот этот воспитанник Эрика Хонекера, Дирк Шубей, который якобы представляет здесь европейские ценности в Молдове, он заявил вполне открыто, что за последние два с половиной года, что ли, в Молдову поступило порядка 600 миллионов евро, 583, если я не ошибаюсь. То есть мы говорим о сумме, которая превышает полмиллиарда евро. Грантовая помощь. Только грантов. Только грантов. Соответственно, еще где-то порядка миллиарда пришло в качестве кредитов. Я не знаю, если кто-то из телезрителей увидел или почувствовал на себе, или увидел на улице, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Я сомневаюсь в это. Вы понимаете, есть такая поговорка «не в коня корм». То есть деньги идут не туда, деньги не идут на развитие, они идут на проедание, причем на проедание отдельными чиновниками в правительстве, к сожалению, еще и отдельными европейскими чиновниками. Речь должна сегодня идти уже об откатах. Она идет об откатах, которые платятся европейским чиновникам. Это уже очень серьезная проблема, которая должна заботить, и уже в некоторых странах заботит налогоплательщиков. Потому что на эти деньги можно было сделать что-то другое в других странах. Никто никогда, ни в какой стране, просто-напросто тебе не дает не то, что миллион, а даже 10 евро. То есть тут уже можно говорить совершенно о других категориях взаимоотношений. Я почему говорю «не в коня корм». Вот это соглашение с Румынией по поводу выделения 100 миллионов евро. Оказалось, что молдавские власти, в том числе и европейские власти, сделали вид, что они не понимают. А молдавские власти вообще ничего не делали вид, потому что они не знают этого. Им пришлось показать соглашение, которое определяет в 2010 году, что выделяются 100 миллионов евро Молдове, а эта помощь делится равными частями, равными долями на 4 года. То есть каждые 4 года выделялось по 25 миллионов евро. Следующей статьей было определено, это статья 3 соглашения между Молдовой и Румынией, о выделении этих 100 миллионов евро безвозмездной помощи. Следующей статьей было указано, что невостребованная часть или невостребованная помощь с предыдущего года не переходит в следующий год. Мы спросили молдавских чиновников из правительства, сколько денег пришло по этому договору. Нам ответили, что порядка 10 миллионов. Они даже точно не знают, сколько. Я знаю точно, сколько пришло. 8 миллионов с копейками. Из 100. Из 100. То есть вы понимаете, что сегодня идет речь о том, что... А почему не освоили? В чем проблема? Деньги? Трудно потратить деньги? Нет, ну, конечно, с умом всегда деньги трудно потратить. То есть нужно было приложить какие-то умственные усилия для того, чтобы написать какие-то проекты. Эти проекты должно было написать Министерство развития территорий. Оно его не сделало. Эти проекты должно было сделать Госканцелярия. Они не сделали их, не направили их в Румынию. В Румынии тоже люди... Ну, как, ну, вам не нужны эти деньги. Ну, и слава богу, они останутся у нас. Обрадовались. Какая проблема? Вот вам и все. Сегодня идет речь об упущенных, об упущенных порядка 75 миллионов евро, которые могли бы прийти, черт его знает, на что бы они пришли. Но вот они не пришли. Ведь проблема не в том, что они приходят. Слава богу, пусть придут какие-то деньги, да? Проблема в том, что их разворовывают здесь. Вот она вся проблема. И думаю, что разворовываются они по обе стороны. Александр Степанович, возвращаясь к теме нашей сегодняшней беседы, нам нужно уже завершать ее, к сожалению, но хотелось бы резюмировать. Хорошо, я имею в виду вот сегодняшнюю декларацию по Приднестровью. Хорошо, депутаты сделали все от себя зависящее, можно сказать. Дальше что? Дальше что должно последовать, если можно кратко? Я думаю, что депутаты то, что сделали сегодня, они в первую очередь нарушили планы тех, кто пытался вывести проблему на берегах Днестра, на путь эскалации конфликта. Это очень серьезно. Я больше чем уверен, что сегодняшней декларации всему молдавскому обществу было показано, что действием правящих кругов, которые пытались каким-либо образом разделить Молдову, был положен, в принципе, конец. Я думаю, что все, кто, и настаиваю даже, уважаемые телезрители, все, кто когда-либо увидит эти передвижные посты, прямо и откровенно, просто не подчиняйтесь их требованиям. Они абсолютно незаконны, исходя из сегодняшнего постановления парламента. Спасибо большое, что вы пришли в нашу студию. Спасибо, что ответили на мои вопросы. Это была программа Индирект. На студии был депутат от партии коммунистов Александр Петков. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова